привет из беларуси итоги кризисного сезона для тех кто недавно подписался на канал расскажу что я занимаюсь продажей рассад однолетних цветов и этим зарабатываю себе на жизнь это дело специфическое потому что нужно успеть буквально за месяц заработать деньги на прожить и так сказать на целый год и оборотные средства для того чтобы можно было опять заработать деньги в следующем сезоне и вы понимаете что если вот этот сезон торговый пропадает то значит обрушивается весь твой заработок на следующий год и восстановиться после этого тяжело поэтому так было тревожно в начале этого сезона потому что уже теплица стояла с цветами деньги были вложены и как бы это мой основной заработок если не заработаешь то конечно печально последствия ждут до целый год до следующего сезона и самое волнительное было то разрешат ли торговлю вообще потому что у нас была одна из первых в республике вспышек на территории нашего района ковида и в апреле еще вот я звонила в экономический отдел из полкова еще был запрет на розничную торговлю уличную но мне сразу сказали что вопрос будет решаться и действительно все решилось и с 1 мая была разрешена торговля и и я вышла уже со 2 мая но конечно сезон был трудный вот кто занимается этим же делом и особенно вот у нас в беларуси наверное подтвердит потому что мы вот так с коллегами обсуждали что действительно сыграло роль не то что даже люди боялись ходить да многие ушли у нас на самоизоляцию особенно те кто в возрасте ну кому-то мы подвозили домой цветы тоже кто боялся выходить весь сезон мы простояли в масках и покупатели тоже ходили в масках и в принципе практически до сих пор но дело даже не в этом а в том что погода сыграла с нами злую шутку кроме вот этих опасений связанных с болезнью еще были такие холода что я на своей памяти такого холодного мая не припомню когда шел дождь в общем мы весь май просидели на рынке в теплых куртках и даже в шапках помню что ходила вязаная шапка потому что было очень-очень холодно ну и соответственно наш покупатель конечно боялся брать цветы потому что в ожидании заморозков в ожидании вот холодов во первых во вторых в такую пору неохота что-то высаживать я я это очень понимаю когда холодно и некомфортно то ковыряться в земле в холодной не очень-то и хочется и что-то высаживать вот и настроения особо не было и сезон конечно затянулся если в прошлом году я закончила сезон 5 июня вот именно с однолетними растений то в этом году где-то еще мне пришлось дней за 10 растянуть то есть это 15 июня у меня уже растения практически закончились там уже доторговала какими-то остатками но к плюсам этого сезона отнесу то что я заработала больше объективно на 30 процентов примерно ну я так и планировала потому как поскольку у меня теплица маленькая у нас можно расшириться двумя способом или увеличить площадь теплицы или увеличить торговый сезон за счет каких-нибудь других растений которым не нужна теплица так вот и мне удалось немножко расширить этот сезон его продлить ну и за счет этого конечно я заработала больше начала я не с мая а с апреля и как ни странно меня выручили в апреле розы я сама не ожидала но все кто покупал в прошлом году я продала то есть они звонили мне домой и я их продала еще в апреле не выходя вообще на рынок я думала что я дождусь их цветения и вынесу потом на рынок уже в июне когда мне закончится однолетние но так получилось и это очень хорошо и замечательно что розы я продала в апреле в мае я начала торговлю уже однолетними растениями ну а в июне уже у меня подошли многолетние растения поэтому вот я продолжаю до сих пор еще получать какую-то прибыль конечно уже продажи вялые и принципе торгую только по субботам но этого хватает так знаете ли на прожитие наше вот поэтому и в принципе я сезоном довольна хотя и морально и физически это был трудный сезон что касается ассортимента я понимаю что в принципе вот эти рассуждения да про ассортимент они мало кому помогут потому что у нас настолько разные рынки что соседних городах это будет все по-разному но все-таки пройдусь немножко каждый год я стараюсь вести какие-то новые культуры в свой ассортимент ну во-первых это делает ярче витрину ну и во-вторых людям надо предлагать что-то какие-то новинки чтобы ну чтобы это не было одно и то же и в этом году я посеяла табак декоративный и он был такой симпатичный он мне так нравился но вы знаете он почему-то покупателя не привлек вот и ну не брали его ну абсолютно ну конечно я продала то что было уже когда закончилась питунья вот когда питунь не стала тогда пошел табак кстати про питунью питунья не хватило ну вот вот вообще не хватило и хотя я посеял ее больше чем в прошлом году и планирую посеять еще больше в следующем году почему не хватило ну во-первых объективно я третью третий посев мысль я сию в три волны вот вот эту третью волну третий посев я ее начала продавать вместе с первым в кассетах я посмотрела что сезон затягивается и что возможно я не успею продать или что меня просто не будет времени этим заниматься потому что торговать приходилось вот так долго и я ее стала продавать в половину цены от питуньи в горшочке цветущей вот в кассете 54 и вы знаете я почти всю вот третий весь посев почти весь продала в кассетах и покупателям принципе понравилось это такой был антикризисный вариант продаж и действительно вот хотя пока еще покупатель не почувствовал снижение доходов еще мало времени прошло и вот кризис еще не ударил я думаю что мы еще хлебнем может быть уже к следующему сезон и опять что-то выровняется но то что сократятся доходы это точно вот поэтому питунью я вот так продала ее сразу с первым посевом потом меня пошел второй посев ну а третьего как бы уже не осталось поэтому питуньи жутко не хватило ну на следующий год посею немножко больше сделаю четыре посева чтобы уже всем хватило это во первых во вторых люди долго были наверное вот угнетены этой болезнью и волнением эти не было не до того и только уже многие в июне спохватились ну и холодно было из похватили что не как-то ничего нету хотелось бы что-то повеселее хотелось бы украсить свой двор а уже было всего чему очень плохо пошла в этом году вербина я ее сокращаю оставлю самый минимум только так для для витрины буквально бегонию вот я в этом году еще села бегонию сорт иллюминашн антенную вот у меня еще осталось штучек 20 а было всего наверное может 120 она пошла неплохо но она зацветает постепенно и вот то что зацветает она продается и вот бегония еще до сих пор меня кормит тоже хорошая вещь потом пеларгония плющи лесная моя ошибка наверное была в том что я не подписала а пеларгония очень долго разрастается я ее продаю в литровых контейнерах и она сидит и наращивает массу она сидит с бутонами но бутоны сидят долго она растет растет и уже получается хороший вкус вот сейчас она цветет но сейчас уже у меня и мало осталось принципе тоже вот пеларгония плющи лесная меня до сих пор еще кормит хорошая вещь конечно но надо подписывать сорта и продавать по цветам потому что конечно брали у кого нет никакой брали то что только наметился там бутоны даже вообще только с бутоном брали ну а кто бы хотел допустим взять три-четыре разных расцветки вот для тех надо сделать конечно подписи чтобы было понятно какая расцветочка и чтобы человек мог выбрать и такую 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 но в принципе что заметила что очень много покупателей которые уже ходят ко мне не первый год и они знают и мой ассортимент и знать что взять и советуется и смотрят видео что тоже хорошо и берут какие-то вот новинки какие-то те растения редкие которые я показываю видео и действительно и разошлось все вот такое интересное даже в конце у меня было дихондра немножко или это же все разошлось то есть в принципе продажи шли неплохо конечно у нас город маленький совсем и нет таких крупных продаж там что за день там продал теплицу целую ну я сезоном довольно он был тяжелый но удачный если так будет у меня каждый год такое прибавление в прибыли то это хороший вариант событий вот еще отдельно хочу становиться на ампельных растениях у меня вы кто наблюдал за мной видели что были растения и и были сурфини и черенков тоже разнообразная значит конечно все это стоит денег и при том немаленьких кто занимается тут знает что семена ампельных растений и черенки у нас по крайней мере это довольно дорого для того чтобы это все окупать я черенкую потом сама в этом году я постаралась сделать ну как можно больше черенков ампельных растений ушло все все до единого еще какие-то там хвосты под стеллажами стояли что не принялись черенки те что принялись высаживать и что не принялись баночку бросала бросала потом смотрю они уже зацветают я их тоже рассадила и тоже продала хотя уже вот-вот в июле уже продала такие остаточки всякие что сказать знаете наверно мало посадила я как-то опасалась я обычно вот после продукт первых продаж ампельных когда место в теплице освобождается я еще в горшке уже из своих ранних черенков что-то перебрасываю и еще кашпо подращиваю и они тоже обычно все расходятся в этом году как-то побоялась ну может 10 я кашпо сделала с ампельной бегонии получусь довольно красивая и еще может штук 8 сделала тоже думаю ну себе поставлю для красоты знаете разошлось все еще потом спрашивали так что может быть вот с этим промахнулась но зато я взяла за счет того что у меня черенков было много ампельных ассортимент но брали и бакопу и ампельную лабелию и сан-виталию или фризу брали эти растения хотя конечно уже в меньшем но для ассортимента надо все иметь потому что многие уже создают там позиции и вот из пеларгонии или фризу на подбивочки брали люди этим уже занимаются в этом разбираются и высаживать что-то в контейнере это стало уже такой такой обычной тенденции и именно вот контейнерные растения занимать должны наверное хорошую часть нашего ассортимента во первых они все красивые они привлекательные и они стоят дороже чем однолетние растения для грунта хорошо пошла гацанья у меня и всегда немножко как-то сорт бекки с огромным цветком и вот она у меня как-то в этом году прилично в приличные сроки распустилась поэтому я ее и тоже хорошо продала в этом на следующий год думаю гацанья немножко больше посадить цвета были яркие цветки большущие красивущие ну в общем мне она сама очень нравится всегда хорошо продавать то что тебе нравится что касается моих покупателей то в этом году было много интересных встреч и с моими подписчиками и с любителями цветов и приходили мне рассказывали о том как у них хорошо росли в прошлом году мои растения как они были довольны мне было очень конечно приятно показывали мне фотографии и моих растений которые у них выросли и своих каких-то мы обменивались опытом и много разговоров было вот о бегоне потому что есть любители бегоний вот вы знаете ведь купить не так просто получалось но бегоне вы знаете растение капризное ну а тем не менее очень красиво и достойно того чтобы немножко над ним поводить хороводы ну вот это что касается сезона в общем сезон был хороший удачный но трудный вот как бы такие выводы какие-то перемещения в ассортименте я конечно сделаю подкорректируют делается корректируется каких-то таких проблем глобальных у меня не было у меня их особо никогда не бывает я не помню так уж у меня была проблема потому что многие вот пишут расскажите о своих проблемах ну вот что я считаю проблемы вот проблема я считаю когда человек покупал один и тот же грунт потом купил партию а грунт оказался закислены и у него весь посев пропал вот эта проблема и семян больше нету и сезон уже идет и не успевать это проблема или как у меня у знакомого была проблема она набрала грунт там где всегда берет из одного места там оказывается травили сорняки этот грунт был обработан ингибитором и у него пропала вся коллекция пиваргуми вся вот эта проблема да или там допустим сделал обработку и сжег все и надо там месяц чтобы все восстановилось или ветер порвал теплицу все замерзло вот эта проблема я понимаю а когда это все знаете это просто процесс производства одно-два растения заболела ну выбросил да и все или там обработку правил а что такие вот проблемы были я во-первых себе таких не хочу и никому не желаю не будем мы про это вспоминать и говорить ну вот такие у меня итоги сезона если у вас будут какие-то вопросы обращайтесь задавайте вот я думаю для тех кто смотрит мой канал и видит как я начинаю с декабря и января все сеять как у меня все подрастает потом переезжаю в теплицу пикирую все рассаживаю для вас наверное тоже было интересно узнать а чем же заканчивается то все какие же итоги этой всей ну не непростой работы но вот итоги такие довольно неплохие и торговля шла неплохо да тяжело да трудно и растянута по времени и это конечно затрата физических сил тоже но тем не менее можно назвать сезон успешным я вам тоже желаю успехов в том деле которым вы занимаетесь заходите на канал посмотрите видео понравится подписывайтесь ну а мне пора прощаться до свидания надеюсь до скорого